Я вас познакомлю. Татьяна Георгиевна Смирнова, композитор-пианист, заслуженный деятель искусства России, член Союза Композитора России, кавалер Ордена Дружбы, профессор Московской Конститурии Юния Чайковского. Вот я впервые у вас. И хочу сказать, что мне приятно, что здесь много ребят. Надеюсь, все педагоги, весь педагогический состав. Это очень приятно. И хочу сказать, что два слова о себе. Что я сейчас являюсь как-то носителем очень таких замечательных школ. Композиторской и пианистической. Потому что я училась у Генрика Усталовича Нейглауза. Надеюсь, не надо рассказывать. Кто же? Да. Была по фортепиано и Якова Зарайчезака. А вот эта Нейглаузская школа пианистическая. И композиторская школа. Представлял Юрий Александрович Шапорин, тоже известнейший русский композитор. И Евгений Кириллович Голубев, профессор Московской консерватории, который я закончила Московскую консерваторию. И дальше, когда я поступала в Союз композиторов, это тоже была уже третья школа жизненная, потому что это в то время было достаточно трудно поступить. Требовалось пройти шесть стадий поступления, показ произведений. И мэтры, композиторы решали, стоит ли принять того или иного человека молодого. Это было достаточно сложно. Ну вот, уже, считайте, 45 лет лет лет, чем Союза композиторов. В начале это было СССР, потом, когда СССР исчез, значит, Россия и Москва. Сейчас несколько странная ситуация создалась, потому что мы всегда считали, что мы, естественно, члены Союза композиторов России, все те, которые были членами СССР. А теперь Московский Союз как бы отделяется от России. Но в любом случае это очень интересное сообщество музыкантов, которые создают музыку теперь и для вас, и для всех. Вот они пишут произведения. И вот когда я поняла, что мне нужно просто написать такой учебник, школу, потому что я как бы в двух лицах и как композитор, как пианист, должна отразить что-то в творчестве, педагогическое. Тем более я всю жизнь преподаю, уже больше 50 лет. И так возникла идея создания русской школы Игоря Фортепиано, потому что в конце, кто будет потом внимательно читать, в конце здесь некоторые характерные черты русской пианистической школы, которым мы все гордимся, которым мы все принадлежим, и которые еще до сих пор все-таки славятся в мире. Хотя, конечно, уже с какими-то оговорками. Но, помимо того, мне хотелось написать вот для самых маленьких, и школа как бы существует в двух частях. Вот эта первая часть, это, ну, все по-разному играют, поэтому нельзя вот точно сказать, что это третий класс, это четвертый класс, все здесь это совершенно размылое понятие, в зависимости от школы, от навыков, от педагога, от желания учиться. Тут много, много факторов. Но у меня школа особая, то есть она, как говорится, сейчас, она взирает к тому, чтобы дети играли содержательно, играли красивым, интересным звуком, обладая, конечно, и техникой, и все. То есть, как Нейгао в свое время сказал, у нас искусство пения на рояле, пение на рояле, самое сложное искусство. Потому что звукоизвлечение, это вырабатывается в течение долгих лет, это не просто, как говорится, можно сказать, или так, или так, или так, масса, да? Даже, как, скажем, в школе имеет место такой раздел, тут много разделов, потом кто будет смотреть, уже, как говорится, своей позиции будет отмечать, что там интересное, или что там многое. Но самое главное, композиторское творчество, самое главное, из чего создается музыка. Интонация. Вот интонация, из чего вырастает произведение. Если интонации нет, нет произведения. Это абсолютно понятно. Так что, вот, с самого начала, здесь как раз и раздел, интонация, мелодический рисунок, основные приемы звукоизвлечения. И вот, в основных приемах я обращаю очень серьезное внимание к проблеме штриха. У нас, по пианистам, эта проблема как бы исчезает. У нас все звучит на этом инструменте. Все, попробуйте по скрипачу, по видеомучилисту, сыграть, вот, не предварительно, не проставив, таким штрихом он будет играть. Вверх-вниз, и как это будет распределяться, такое будет звучание. У нас все возможно. А тем не менее, скажем, возьмем мы венскую классику. А почему, кстати, венская классика называется? Ну скажем. Почему это, есть существует такое понятие, венская классика? Ну, скажем. Как ты считаешь? Это что, что это такое, это понятие? Венская классика. Почему венская? Почему не пицунская? Почему не московская? Почему? Венская классика. Есть такое понятие? Кто из композиторов ходит в это понятие? Кто писал? Ну, они еще маленькие. Маленькие, маленькие. А побольше? А побольше? А побольше? А побольше еще? Я не могу этим вопросом, нет? Как-то у нас выше, ты выше, только встаем на ноги. Вот это мы играем. Играем, да? Приходно мы играем. Венская классика. Потому что жили они в Вене. Определенное время, характерное и есть понятие, венская классика. И вот в этой венской классике, это очень трудная классика, потому что надо пропитаться временем, когда создавалось это произведение, то или иное. С одной стороны, чтобы инструмент звучал игонным образом. То есть, штрихом. И вот, когда вы понимаете, что такое штрих, как это играется? Каким штрихом? Вы не обращали на внимание на это, да? Какие штрихи мы играем? Штаткато. Какие штрихи есть? Блин. Штаткато. Ещё давайте, давайте, давайте. Вы же поставите на эти штрихи, знали, что есть? тема. Штрихи. В эльбинской классе есть такой популярный штрих, не знаю, ладно, пара связанных. Две нотки зарегонены. Да? Пара связанных. Они определенным образом исполняются. Притом, это я сейчас чуть-чуть просто как пример. Скажу, можно сыграть, ну, Моцарт. Можно так сыграть. А можно так сыграть. Есть разница? Есть. А в чем разница? Оно ближе к легатре. Портаменту. Вот этот штрих портаменту. А у меня в школе, например, есть такая пьеска специальная. В чем сложность штриха? Обычно, ну, любое. Да? Вы играете плохо, потому что первая лодка более тяжелая, и вторая переверчивает. Очень интересный штрих. А он абсолютно весь штрих, который пронизывает музыку. Венский классик. Везде. У Моцарта, у Бетховена, у Гаева. Кого вы не возьмете, обязательно вот плохо звучит, потому что это меняет характер. Штрих – это характер произведения, помимо всего прочего. И вот у меня есть такая пьеска в первой части. У ворот трава растет, называется. А это вот я в школу пела довольно громко, потому что я создавала ее. Я отбирала из множества-множества русских напевок. Не всегда, как встретиться с вами, не передавать свое произведение. Помимо того, что все произведения, которые здесь, вот и дальше уже, особенно, они абсолютно авторские, не принадлежащие. А мне хотелось, чтобы маленький музыкант, который входит в музыку, знал свои родни и напелы. Там у вас такая школа может подникнуть, адыгейская, абхазская. То есть, каждая национальность должна знать свои песни. Правильно. Я все время к этому добиваюсь, что вот у нас есть девочка-армяночка, вот абхазский. Дайте ей армянство. И в натуре, вот как бы в душе свое открывается быстро и больше. Как только не композитор, кто должен создать школу? Конечно, это не та школа. Вот я создала для русских национальностей. Правильно. Но это школа здесь, но любая нация может и... Конечно, но свое как бы. Но свое, поэтому у меня была цель, я очень тщательно из 500 напивок я отобрала самую исследовательскую большую работу. Конечно. А потом из этих напивок я взяла такой, скажем, напив большой длинный, а я взяла совсем маленькие 3-4 нотки, характерные. И вот на этих характерных нотках я создала уже свое. Смотрите, это такой интересный процесс. Так вот, и на русской здесь традиция. И вот такая песка, значит, у тебя пара связок. Вот такая маленькая, но она достаточно длубая. И она готовит, что вы придете к ленской классике и будете играть совершенно в другую сторону. А секрет здесь какой? Вы кладете первую нотку мягко, но тяжело довольно, а на вторую кисть. А на вторую нотку поднимаете кисть. И у вас никогда не получится наоборот. Тушу тебе, тушу тебе, тушу. Вот так можно закрепиться. И совершенно другой характер. А вот. И так. Понимаете? Совсем другой характер. Так что штрих – это очень важный, очень важный момент. Овладение вот этим инструментом. Вот это пьяно. И потом вхождение в музыку разных народов. Перемьозки так далее. Но это целые большие, много проблем. Поэтому, ну вот скажем, популярные еще, это популярные, это каждый знает. А мы масленицу дежидели. Это, как говорится, народная песня. А мы масленицу дежидели и так далее. Вот такая интонация. Значит, что получилось у меня? Я делала ее как не обработку, а свою. Вот такая получилась песня. Тут гаммония, витепи, несопособление. И вот здесь, ну, можно очень много играть, у меня просто совсем нет времени, я так понимаю. И у меня не у вас. Поэтому я очень кратко, крат, кратчайшим образом вам расскажу. Значит, теперь, например, из ритмики. Тихая беседа. Вот такой есть у меня такая песка. Она чисто тоже авторская, без интонации народной. Но она вся написана в пять восьмых. Знаете, что тут пять восьмых? Никогда не встречали? Размер. Такой, пять восьмых. Вот, не четкие. Пять восьмых. Вот такая песка. Пять восьмых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пьётся на субтитры создавал DimaTorzok Д Breaux Еще одна пьеса колыбельная Мы сейчас услышим колыбельную Думил Эта пьеса колыбельная Акف Она Субтитры подогнал «Симон» 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 Старин, правильно. Но какой страны? Франция, французская. Французский старинный французский. Но минуэт образеет масса композиторов. Не только французского, но и русских, и немецких, и всяких минуэтах, суитах английских, у баха, это много. Ну, вот здесь у нас воспоминания о минуэте. Вот такой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы заглянули в те века. Спасибо. Ну, тут много ансамблей, но, во всяком случае, вот эту часть, маленькую часть вам показали. А дальше еще в школе есть, естественно, такой раздел, который, пожалуй, первый я делал. Мною тоже много ансамблей для разных инструментов спорта пиана. Ну, вот у вас нет в школе разных народных инструментов. Да, только фортепиано у нас, к сожалению. Ну, все равно хорошо, все равно хорошо. Потом вы в таком благом месте вообще. Против храма такого, что вы. Это большая энергетика на вас все время идет. Да, знаю. Вы счастливые, очень счастливые люди. Я хочу сказать, что вот здесь много ансамблей для разных. У меня это русский инструмент народный. Добро. Для него написано с фортепиано. Потом для флейты фортепиано называют. Фомвод, знаете, да? Инструмент фомвод и фортепиано. Такие ансамбли есть. И контрабас. Очень интересные ансамбли. Так что, вот так вот. Все здесь имеется. Так что эту книгу, как загадку, надо раскрыть. Да. Надеемся так. Надо ее очень внимательно изучить. И, наверное, у каждого найдет для себя что-то особое интересное. Более того, в конце, как я сказала, о некоторых особенностях русской финистической школы есть. Потом краткие музыкальные слова, терминов, которые есть, употреблены. И краткие такие напоминания педагогу методически. Как сыграть? Если что. Особенно. Все, все имеется. Еще кассета есть. А? Кассета еще есть. Все можно послушать. Кассета, которую надо слушать. Да. Вот эти. Это одна. Один вариант. И есть еще компакт-диск. И есть еще... В интернете много мастер-классов. Можно более подробно. Очень много мастер-классов в интернете. Так что, ну, теперь надо все смотреть-ка. И потом есть еще... Я перебила себя, свою мысль. А в кассете, которая у вас есть, первая часть школы записана, вторая часть написана, уже пока еще не издана. Она... Это там девять ансамблей фортепианных, которые можно играть и в четыре руки, и на два рояля. Называется «Рождественский альбом». Но еще пока нет, но это только на заказ. Вот мы делаем, поскольку набрано это все, но... Не в тираже. Да, не в тираже. И на второй части кассеты там моя другая музыка. А именно камерные ансамбли, очень нестандартные такие по составам. Симфонические произведения. Там много очень таких произведений необычных, как я сказала, необычных составов. Ну вот еще у меня есть диск такой, я просто захватила так... Последний диск. Да. Это самый последний диск из данной фирмы «Русский диск». У нас вот эта фирма есть, международная такая. Это диск, посвященный моей русской традиции. То есть произведениям, которые связаны так или иначе с русской поэзией, с народными русскими инструментами, с оркестрами. И в этом диске, в общем, все обращено к гениальной поэзии русского поэта Сергея Есенина. Знаете этого поэта? Да. И здесь два произведения есть, которые, например, записаны в Большом зале консерватории и исполнены очень хорошими артистами. И там совершенно звучание. Оно довольно часто звучало на разных сценах. В Малом зале и в Рахмановском зале. Но я считаю, что звучание в Большом зале совершенно особое. Видео есть в интернете. И видео есть в интернете, да. Вот Андрей Гетман, он у нас такой человек очень творческий, интересный. И он читает очень много поэзий, различные. От Пушкина до Есенина, до Дорлока, до Хаяма. Вот его записи две тоже есть. И здесь именно совершенно произведения, созданные специально для него и состава. И в частности персидские мотивы по Есенину. Есенину и Хаяму. Знаете такого поэта? Да. Я сделаю перекличку Есенина с Хаяму. И ансамбль, который сопровождает, и ансамбль, который высказывается между высказываниями поэта. Который звучит, это арфа, совершенно необычный ансамбль. Арфа, флейта и биланчель. И биланчель. И сонирующий голос чтец. Так что мастер художественного слова Андрей Викторович Гетман. И здесь, значит, еще одно произведение, связанное с Есениным полностью на его стихи. Опять с необычным ансамблем. Ну, если представьте, звучание гобоя. Гобой. Да, гобой. Какой же он? Гобой. Да. Контрабас. Оборудовый инструмент. Фортепиано. И художественное слово. Называется эта поэма «Черное чувание». Тоже очень редкое, очень такое интересное. Вот. И здесь с русской традицией у нас замечательная певица. Она к современу сейчас уже живет в Штатах. Нина Исакова. Она очень известная была. Народная артистка. А вот наша тоже Хибла Герзмава в Америке. И мы гордимся ею. Я бы хотела перебью вас. Вот наших детей просто пусть там даже не полностью произведение. Каждый вам сыграет. И скажите вот ваше мнение о наших детей. Мелких особо нет. Давай вот оно сыграет вот наша маленькая. Одну с Машей начнем. Давай, Машечка. Давай. Давай. Вот. Хоть работу нашу. Что мы делаем так, что мы делаем не так. Вот это для нас сегодня очень важно. А ноты есть у тебя? Ронда Глеера. Маша, ноты или паузы? Маша, да? Пожалуйста. Прекрасная. Еще раз. Значит так. Представь себе, что ты обращаешься. Играешь. Обращаешься к храму. Какой красивый храм. Прекрасный. Ты ничего не... Здесь никого нет. А ты просто с ним разговариваешь. Давай. Здесь не каждый meters вместе. В Bartах. Р Muito, Анатоли,출иевuchо и в торге. Анатоли, Congрайс, Билханinek. Здоровcry. Иркеун. Арбург statesадание. Субтитры подогнали Симон. 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 Что же здесь происходит? Что же это за ронда? Что это за композитор? А, кстати, ты еще знаешь, что есть сочинение этого композитора? А почему не поинтересовалась? Сейчас вообще нет проблем. Сейчас интернет везде есть в доме. Открыла, посмотрела, кто такой Глер. Правильно? Что у него еще есть? И когда ты будешь знать не одно вот это ронда, а будет много-много произведений у тебя звучать в голове, ты будешь по-другому играть. У нас вот не было такого возможности интернета. Мы, значит, выялись в нотах. Мы брали, играли. Но пока у нас уже не у каждого, и у нас проблем много. Очень много. Согласна. Но когда человек хочет, постепенно он делает, создает свое представление о мире. С помощью интернета, читки свиста. Много-много-много всего. Так что я тебе желаю вот этого. Здесь можно очень много говорить. Очень много. И очень подробно. Я просто какие-то штрихи тебе дала, о том, чтобы ты подумала на эту тему. Понимаешь? Тогда будет все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Есть. Может, он сам или нет? Да. Давай он сам будет там. Есть очень много интересного. Удобно селить и хранить. Классик онлайн, там много классики очень разных, разных исполнений. Для сравнения, для того, чтобы произведение несколько интерпретаций всегда очень интересно послушать. Самый лучший сайт классической музыки. Самый лучший сайт, замечательный сайт. И очень легко там все найти. Композиторы отдельные, исполнители в алфавитном порядке. Очень много. И ноты там можно скачать. Так, значит мы играем грибы. Так, это какой у нас класс? Пятый. Ну уже совсем на выходе скоро, да? Давай еще два года. Два года и уже мы профессионалы. Ну давайте. Пятый. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Немножечко по характеру, я бы так сказала, или с боязнью, или веловато, вяло, потому что здесь все сказано в штрихах, опять разговор о штрихах. Очень пихуче, но вот эти вот стакада, потом тынута, стакада, понимаешь, создается характер, черты лица создаются. А если ты играешь, ну просто, где-то одно они сделали, второе, второй штрих, получается, что все ровно, вот все, так сказать, лицо, лицо музыки, штриха, в тональности, в характере движения, это все лицо музыки. Поэтому, скажем, вот это как связано, вот так написано, да, вот так написано, это, скажем, любое. Вот сберечь каждый штрих, это то же самое, что ты играешь в соло, что ты играешь в ансамбле, тем более в ансамбле. В ансамбле должно быть все выделено штрихами. Потому что, если одна играет одним штрихом, вторая другим, а здесь должны быть вместе, получается, что вы разобьете. Да? Это очень, очень важно. Потом, скажем, покори ты нута. Покори ты нута. Много. Это много. И сразу все движение у тебя прекращается. Почему? И дальше продолжается. Ты рассказываешь дальше. А ты уже дальше не рассказываешь, получается. Уже ты завяла. Потом еще второе колено, ты тоже завяла. Понимаешь? В конце вообще завяла. Да. Да, да. Получается, вообще, это, говорится, непонятно. А потом там, пам, пам, пам. Тяжело. Тяжело, тяжело. Я сейчас не говорю об этом. Да, тяжело. Здесь точное прикосновение. Вот понимаешь, я сейчас не могла вам больше рассказать, потому что у нас в кучу немало времени. А прикосновение к инструменту, это самое главное. Вот Генрик, уставочный хаос, всегда очень большое внимание уделял, вот это называется, шпора. Потому что, как взять инструмент, как взять звук, очень важно. Здесь, как говорится, совершенно другой характер получается. А потом. Струинки вы играли как? Прибачу. Там, пам. Так, что вы пишете. Там, там, пам, пам. Одним, одинаковым штыком. Одинаковым штыком. Ла-м, пам, 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 пам. Ла-та-там-пам. Да? Значит, надо добиться. Ла-му-па-на-ти. Та-та-та-ты. Ребята, что? Та-та-та. Вы играете так. Та-та-та. А здесь написано. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Потому что. Что? А там стакана. А ла-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Это звучание получается. Пиану, пиану, четко, очень четко, но фигаторно. Почему? Почему это сделано? Один, два, два, два. Так немножко, почему? Второй, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Почему? Норвежские танцы. Видели когда-нибудь, девочки, как танцуют норвежцы? У них такие сандалии, сандалии, деревянные. Вот они, вот эта ритмика, у них очень интересная ритмика. Это не случайно. И это ритми Цепкая, цепкая октава очень, да? Палец каждый очень активен. Кончик пальца очень активен. И то же самое. Ритмика. Здесь у вас нет развитой, импульсивной очень ритмики. Это танец. Танец, который должен быть, вы друг другу передаете вот эти вот танцевальные элементы. И одинаковые штрихи, потому что пиро, то-то-то-то. И то же самое, там, здесь, смотри. И сразу звук, собранный звук. Он тянута, но вот кончик пальца очень хорош. Но это целая отдельная тема. Это надо настоящий мастер-класс давать, делать, что называется, да? Показывать по всем этим моментам, потому что это главное. Но самое главное, что здесь нет характерности. А характерность должна быть танцем. Норвежском. Ты видишь, что там все интересно. И здесь то же самое. Очень остренько. Пьяно. Дольче. Дольче. К чему это? А как прием? Характер. Вот, дается. Кошечка. Такое. Вот сюда.